Доброе утро, дорогие друзья. Итак, шаббат. Опять шаббат. Вы посмотрите, как быстро щелкают неделю. Щелк, 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 щелк. Если коротко говорить, о чем наша недельная глава, да и предыдущая тоже, в общем-то, можно сказать, что это о детях. Вот, если вы помните, с детьми бывает часто проблемы, они заложены в систему мироздания, поэтому, когда мы читаем о наших великих праведниках, там дети Ицхак, Ишмаэль у Авраама, Исаф и Яков, да и дети Иякова тоже там целой истории будут. Даже царь Давид, великий царь Давид, у него огромная проблема с детьми. Почему? В стандартных переводах Торы мы читаем, вот родословие, Талдот, Ицхака, вот это недельная глава, Талдот, Ицхака. Точный перевод такой, вот история, происхождение Ицхака, но это неправильный перевод. Точный перевод абсолютно невозможен, ибо слово Талдот, сообщая о прошлом, имеет в виду будущее. Приближаясь, вот если попытаться эту фразу по-русски сказать, то это родословное, происхождение, которое породило. То есть, Талдот, Ицхак, надо перевести так, происхождение, история жизни Ицхака, которая привела к рождению Якова и повлияла на то, кем вырос Яков. То есть, вы понимаете, мы с вами, вся история вообще мира, это наше воздействие на людей, на детей, простите. Вот надо думать о будущем своих детей, но в первую очередь заботиться о духовной составляющей. Люди всегда стараются думать о физическом, о материальном, точнее, состоянии своих детей, о том, чтобы помочь им что-то дать, что-то сделать, купить какую-то игрушку, оставить им 100 долларов. Но это абсолютно ничего не решает, потому что мы не в состоянии за небо решать эти вопросы. Написано, это в руках неба. А вот заботиться о духовности наших детей, это безусловно наша задача. Вообще написано в Кабале, что награда родителей, которые посылают детей в школу, где учат Тору, огромная, невероятно велика, и что все заповеди, которые будут потом выполнены их потомками, записываются родителям до конца дней. Но это так. Мы в огромной степени несем ответственность за наши идеи. Если родители привыкли негативно оценивать вслух окружающих людей, дети становятся циничными, недоброжелательными. И все зависит от того, где ты в доме, что ты посадил, так оно и будет. Мудрейший из мудрейших, царь Соломон, учил в своих притчах, что воспитатель должен ставить своей целью долгосрочное поведение ученика в будущем, а не семьютное подчинение из-за подпалки. Он сказал слова, вдуматься надо, воспитывая ребенка его путем. Тогда, даже составившись, он не свернет с пути. Любопытно, что вот слово, которое там употреблено, ханок, воспитывай, на иврите означает очищай. Отсюда название праздника ханука, отмечающее очищение храма и чудо-светной миноры. Я хочу всех поздравить, сегодня рожходыш, месяц окислев, на месяц хануки, месяц, в котором свет увеличивается, месяц, в котором, ну, в конечном итоге результат всегда положительный. Был Раф Машеф Эйнштейн, он видел вот в этом ситуации с ханукой важный символ того, как следует воспитывать детей. Иногда человек подносит огонек к свечке, фитиль загорается. Однако, если быстро убрать, то фитиль погаснет. Поэтому, священнослужитель должен держать огонь у свечки до тех пор, пока ее фитиль не разгорелся, так, чтобы огонь поднимался в небо сам по себе. Так же и родители, и учителя, они должны направлять и вдохновлять своих детей, учеников, до тех пор, пока они не достигнут, вот, как сказать, системы внутренней мотивации. Если огонь вдохновения начнет подниматься в них, в сердцах сам по себе, то не исчезнет даже тогда, когда родителей уже и не будет рядом с детьми. Поэтому, как бы, одна из самых важных вещей, за которые мы отвечаем через 120 лет, это то, какими стали наши дети. Вообще сказано, что еврей-то тот, у кого внуки евреи, так что вот об этом надо думать. Дорогие друзья, в течение шести дней мы живем, думая о том, как нам жить. На седьмой день в шаббат мы задаемся вопросом, для чего мы живем. Хорошего шаббата, хорошего месяца кислев, самого всего лучшего. И давайте в этот шаббат подумаем о том, для чего мы будем жить в следующей неделе. Просто, чтобы что-то съесть. Наверное, это неправильно. Развиваться и идти вот по этой лесенке, лесенке к небу. Брахавы от слоха. Брахавы от слоха.